Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч отборочного раунда Лиги Чемпионов между клубами Нью Сейнс и Линфилд. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Как команды играли в Еврокубках? Итак, посмотрим, как же команды провели свои последние сезоны в Еврокубках. Нью Сейнс в минувшем сезоне играл в квалификации Лиги Конференции, дошел до третьего раунда, где проиграл Викторию в серии пенальти. Линфилд начинал Еврокубковый сезон в Лиге Чемпионов, где проиграл оба матча Жальгирису, спустился в Лигу Конференции, где прошел Бороц, но дважды проиграл Фоле. Таким образом, обе команды год назад в квалификации Еврокубков провели по шесть матчей. Нью Сейнс одержал четыре победы и лишь один раз проиграл, Линфилд выиграл только один матч и четыре проиграл, и Нью Сейнс и Линфилд большую часть матчей отыграли результативно. Последние матчи команд. В последних десяти своих матчах Чемпион Уэльс одержал восемь побед, у Чемпиона Северной Ирландии только шесть выигрышных матчей, но ни одного поражения. У Нью Сейнс последние три матча очень результативные. В трех последних матчах с участием Линфилда было забито только два гола. Как видим, Нью Сейнс чаще играет результативно, а Линфилд наоборот, тяготеет к низовым матчам. Прогноз на исход игры. Хозяева идут фаворитами на эту игру. На победу Нью Сейнс дает коэффициент 1.77. В лучшем случае для Линфилда здесь должна бы быть ничья. Чемпион Северной Ирландии сейчас находится в неплохой форме, имеет очень длинную беспроигрышную серию. Но и Нью Сейнс в полном порядке. Выиграл последние шесть матчей, причем очень уверенно. В норме Нью Сейнс здесь должен бы выигрывать, скорее с разницей в два мяча. Тотал голов. Встречаются две противоположности. Нью Сейнс играет результативно, а Линфилд более скромно в результативном плане. Но если посмотреть на статистику команд в минувшем Евросезоне, то и Нью Сейнс и Линфилд показали достаточно веселый футбол. Поэтому здесь чуть больше шансов все же, наверное, на три гола в матче или более. Обе команды забьют да нет. Ну здесь аналогичная ситуация. У Нью Сейнс последние три матча сыграны на обе забьют да. У Линфилда на обе забьют нет. В Еврокубках обе команды чаще играли все же забивные матчи. Специалисты считают, что шансы на забивной матч выше. Но вот здесь, пожалуй, с ними можно и согласиться. Нью Сейнс не отличается высокой надежностью в обороне. Линфилд достаточно квалифицированный соперник, чтобы забить в гостях команде уровня Нью Сейнс. Подводим итог. Ожидаемый вариант победа хозяев с 4 и 0, коэффициент 1.36. Но такая ставка не должна бы здесь проиграть. Оптимальный вариант Total больше 2.5 на 1.91. Но в этом матче можно рассчитывать как на счет 2.1, так и на 3.0. Ни то, ни другое не будет неожиданностью. Доходный вариант победа Нью Сейнс с 4 и минус 1.5, коэффициент 3.04. Нью Сейнс очень силен в домашних играх. Линфилд на выезде играет, мягко говоря, неважно. Поэтому здесь скорее будет уверенная победа валийцев, чем ничья. Как же она будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.